Окончив школу «Семилютка» в родной деревне, 15-летний юноша Рами приезжает в Уфу с тем, чтобы продолжить обучение. Именно к этому времени относятся его первые поэтические опыты. Юный поэт почувствовал, что необходимо учиться, и именно это стало его смыслом жизни, целью. Он был принят в школу номер 9. Школа-интернат для осиротевших детей. Сейчас это ныне Башкирская республиканская гимназия имени Рами Гарипова. Каким он был в это время? Вспоминает его школьный друг Гарипова, летчик Махмуд Шафиков. Это был тихий, серьезный мальчик. Он очень любил гуманитарные предметы. А вот к математике не лежала его душа. Литературу очень любил, читал много и запоем. И псевдоним у него был Бабай. Как вы думаете, почему его так звали Бабай? Умный, правильно, мудрый, правильно. Это уважение к нему за то, что он очень много знал. После окончания школы-интерната перед Рами стал вопрос, где учиться дальше. Оригинальный самобытный талант начинающего поэта открыл ему двери Литературного института имени Максима Горького в Москве, студентом которого он стал в 1950 году. А уже в 1954 году вышла в свет его первая книга стихов «Юрязань», оповестившая о рождении нового поэта. Это как раз была дипломной работой студента. А начал печататься он в 1950 году. Первое стихотворение было опубликовано в журнале «Адаве» Башкортостан. Закончив институт, Рами встретил милую девушку по имени Надя, которая подарила ему свою любовь, внимание и поддержку. Надежда Васильевна стала женой поэта, его верным другом и помощником, матерью троих детей. После окончания Литературного института Рами и Горипов вместе с женой возвращаются в Уфу. Работает в редакции газеты «Совет Башкортостана», журнала «Гидель», редактором художественной литературы «Башкник издата». Три года трудился в родном Салаватском районе. Был секретарем комитета комсомола, похоза и юзайн. Все эти годы занимался литературным творчеством. Сборник стихов «Каменный цветок» 1958 год. Песня «Жабрыска» 1964 год. Павел 1955 год. Посвятил своим землякам и родной природе. Ну и сегодня, раз мы коснулись такого великого поэта, у нас еще сегодня очень такая знаменательная дата. Я надеюсь, что с творчеством этой юной прекрасной девушки вы уже знакомы. Но сегодня она перед вами выйдет совсем в другом свете. Вот как Рамига Рипов был самобытный творческий человек. Я надеюсь, мы через несколько лет будем гордиться, что вместе с ней мы проводили вечера, что с ней знакомы. Это наша, ну как вам сказать, бриллиант нашего сэсена. Это наша Рината Бадамшина. На слова Ранига Кипова, музыка Рината Бадамшиной. Она написала песню «Ир», которую она как раз сейчас перед вами исполнит. Эта песня исполняется впервые. Так что я надеюсь, что ваш отклик в сердцах, который вот сейчас произойдет, эту песню продолжит и дальше. Мы дадим ей долгую творческую жизнь, этой песне. А Рината у нас самая не то что красивая, умная. Она еще у нас победитель конкурса «Идель» 2015 года в номинации «Эстрадная башкирская песня». Также она занимается научной работой аспирантка Академии имени Гнесинах. Спасибо большое. Так мы все расскажем за вами. Сейчас премьер песни. Ведущий мысль. Сегодняшнего вечера являют замечательные наши девушки, постоянно ведущие организаторы «Алсо Бош» и «Идель» Усмитинова. Рунай, автор песни и стихотворка. Академия. 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 Извините.